Вот он, получается, вот он стоял, схватил провод и упал. Старший брат Сережа говорит, трагедия случилась за секунду. Четверо детей играли на детской площадке, выбежали во двор и почти сразу замерли от ужаса. Вся майка, все в корабе было. На помощь бросились и родители детей, и соседи. Только от шока взрослые совсем растерялись и не знали, что делать. История могла бы кончиться трагичнее, если бы не эта женщина и ее муж. Оба медики по образованию, которые живут в доме напротив. Он провод выбил из рук, оттащил сюда. Сердце не бьется, не дышит ребенок. Муж начал делать массаж сердца и искусственное дыхание. Оголенный провод, который стал причиной трагедии, провалялся на улице Островского несколько часов. Шестилетнего мальчика от него в прямом смысле отдирали. На две части разорвало его, этот по вестам, а этот вот здесь упал, вот здесь прям лежал. Сегодня шестилетний Сережа чувствует себя на твердую тройку. Круглые сутки рядом с ним его мама Татьяна. Мальчик вышел из комы, сменил три больницы, а сегодня впервые попробовал встать на ноги. Пришел в себя, но неадекватен был ребенок. Вообще этот день из памяти вычеркнутый. Он все время спрашивает, мама, а что мне с ручкой? Правая рука Сережи сильно обожена, но главный удар взяло на себя его детское сердечко. Теперь оно барахлит. Раз в день сердечко сильно увеличивается, бьется очень сильно. И плачет, у него начинает вся грудь болеть, весь живот все болеть. Вы сказали, через желудочно-кишечный тракт прошел весь ток. Пока Сережа маленькими шажками идет на поправку, в Следственном комитете пробует выяснить, что стало причиной трагедии – стихия или стихийная беспечность. Следователи сейчас устанавливают собственника либо балансодержателя ЛЭП, а также выясняют, кто был ответственен за те мероприятия, которые должны были проводиться при обрыве линии электропередач. Сами энергетики в случившемся склонны винить в течение обстоятельств и стихию, перед которой человек бессилен. В день урагана они приняли три десятка заявок об обрывах линии электропередачи. Их устраняли 12 бригад, устраняли по очереди без перерыва. Но так случилось, что до улицы Островского очередь дошла слишком поздно. Мы незамедлительно приступаем к ликвидации. Но если у нас массовое стихийное бедствие проходит по городу, то, естественно, у нас занимает какое-то время восстановления всех обрывов. Предпоследняя заявка, до которой мы добрались, это была Островская, 21. К сожалению, мы опоздали буквально минут на пять. Сами энергетики обещают – Сережу в беде не бросят. Помогут и с лечением, и с реабилитацией. О здоровье мальчика сегодня молится вся дружная улица. Молится его мама, у которой кроме него еще три сына. В сентябре мальчик собирался в школу. Пару недель назад он прошел медицинскую комиссию. Тогда врачи признали его абсолютно здоровым. Екатерина Киселева, Владимир Семенов. Наше время.